Раньше у этого дома была благоустроенная придомовая территория, асфальтированная дорога и тротуар. Здесь спокойно прогуливались молодые мамы с колясками и дети катались на велосипедах. Картина поменялась кардинально, когда началось строительство по соседству жилого комплекса Снегири. Дом стало затапливать. Причины затопления и выход фекалий из канализационного колодца, и холодная вода, поступающая из-под земли, и талые воды, которые не могут найти себе лазейку из двора. Сейчас, если дождь, ливень пройдет, точно так же. Нам не пройти, ни мусор не вынести. Мы из подъезда не можем. Я тут с дачи пришла, я в подъезд не могла попасть. Пришлось мне вот так перелезть, но там все равно начерпала, потому что было воды столько, что я не могла. По трубам ходим. Первый тревожный звонок прозвучал в середине февраля, когда холодная вода залила все подступы к дому. Обратившись в ООО «Водный союз», жители несколько дней ждали специалистов. Мороз был 20 градусов, нас затопило так, что дверь входная в подъезд, вообще, если бы мы не успели ее открыть, с силой открыли, вода же прибывала быстро, мы с силой открыли, и она примерзла, потом ее отдалбливали. Лед убрали только в марте, а уже в апреле двор начала топить канализация. И хотя специалисты того же Водного союза утверждают, что это талые воды, остатки канализации до сих пор источают запахи, отнюдь не похожие на весенние ручьи. А оказалось, что вода-то поступала из-под земли, когда они ее приехали, все-таки в конце концов откачали, то было видно, как вот так фонтанами, оно прям большими фонтанами лилось из-под земли. Вот мы все свидетели, которые тут люди стоят. Управляющая компания «Спектр» помогает жильцам, чем может. А может она только откачать воду из подвального помещения, но за счет собственников жилья. Причину же устранить не получается. Обращались мы неоднократно в Водный союз, это вообще это постоянно. Заявки они наши принимают, но бригады их частенько не берут на снятие подпоров колодцев. За счет этого происходит подтопление вот и при домовой территории, значит, подвального помещения. Обращались мы к главе города, к Дубаничу. Раньше, сейчас вот на Кожевниково выходили уже с письмом, с обращениями, потому что уже больше просто не знаем, куда обращаться. Из администрации города пришел ответ, что при строительстве жилого комплекса «Снегири» в проектной документации предусмотрено водоотведение с придомовых территорий домов, близ расположенных от злосчастного 12-го дома. Заверили, что ситуация изменится, но на деле новые дома уже заселены, а никаких работ по-прежнему не ведется. Светлана Епифанова, Андрей Глазырин, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». Продолжение следует...